Праздничный концерт Константин Андреевич, скажите, пожалуйста, как возникла идея о проведении мероприятия с привлечением представителей разных христианских конфессий? Ну, прежде всего, речь идет о протестантских конфессиях. И, в общем-то, когда я общался с некоторыми епископами и главами христианских объединений, обнаружил, что к этому празднику все, в общем-то, не то что все, но многие христианские динаминации готовятся отдельно. Кто-то планирует провести масштабное крещение со всей Украины новообращенных, свести в Киев, на берегу Днепра. Кто-то еще что-то планирует типа праздничных концертов и так далее. Но масштабного мероприятия, где бы были собраны большинство, если не все, то хотя бы большинство известных нам объединений протестантских, христианских, такого мероприятия я не обнаружил. Поэтому, естественно, возникла идея у руководства Украинского Евангелического Альянса попытаться собрать круглый стол с представителями этих динаминаций или большинства динаминаций протестантских, христианских, где можно было бы с главами конфессии, с епископами, руководителями договориться о совместном таком мероприятии, что, в принципе, нам удалось. Скажите, пожалуйста, кто поддержал инициативу и согласился принимать участие в мероприятии? Ну, 12 июня у нас прошло уже первый круглый стол, где были приняты решения провести празднование 9 августа, и с пресс-конференции на Униан. И на первом круглом столе у нас были представители, во-первых, Украинской Межцерковной Рады, Украинская Унионная Конференция Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Объединенная Христианская Евангельская Церковь Живого Бога, Украинская Епархия Армянской Апостольской Церкви, Всеукраинская Христианская Ассамблея, Немецкая Евангелическая Лютеранская Церковь Украины, Ассоциация Благозвистка и Апостольская Православная Украинская Церковь. То есть, фактически, достаточно хорошее представительство. Это, конечно же, не все. Я хочу сказать, что на первом круглом столе решили провести еще рабочий круглый стол 29 июля. И уже на этот круглый стол есть еще дополнение к этому списку, еще есть главы конфессий христианских, которые хотят принять участие и приедут на этот круглый стол. То есть, в итоге, я думаю, у нас будет представительства еще больше. Ну, конечно же, эта конференция, богословская конференция и праздничный концерт, мы думаем, привлечет внимание, во-первых, христианской общественности. Во-вторых, мы сможем дать хорошую оценку этого события, 1025-летия крещения Руси и Украины. Мы сможем осветить очень хорошо через богословскую конференцию, где будут у нас доценты, профессора в спикерах, очень известные в Украине теологи христианские. Ну и, конечно же, праздничный концерт. Хочу анонсировать, что будет звучать песня года в украинском христианстве 2012 на этом концерте. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, какое значение может иметь это мероприятие и подобное для поликонфессионального диалога в Украине? И может ли это послужить к объединению христиан в Украине? Я просто уверен в этом. Уверен, что, во-первых, уже пришло время к такому диалогу. Во-вторых, я думаю, что это очень хороший пример, который подает Евангелический альянс украинский для остальных участников, которые пока еще не присоединились, скажем, хотя я имею надежду, что присоединятся и те конфессии и динаминации, которых я не знаю, они не говорили о своем желании участвовать. Вот может это произойти в последний момент. Я думаю, что это хороший пример, и думаю, что пришло время нам объединяться, иметь диалог, встречаться как по такому поводу, так и без повода, ради того, чтобы мир узнает, что вы ученики Христа, если будет любовь между вами. Я думаю, что это тоже шаг к практической любви между христианскими конфессиями, объединениями и крупными церквями разных динаминаций. Спасибо большое за интервью. А мы будем ожидать Богословской просветительской конференции и праздничного концерта 9 августа.